Чебоксары Чебоксары все чаще становятся ареной большого спорта. Столица Чувашии принимала эстафеты Всемирной летней универсиады, проходившей в Казани, и зимних Олимпийских игр в Сочи. Чебоксары в октябре прошлого года удостоились права проведения пятого международного спортивного форума «Россия. Спортивная держава» и заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, в котором принял участие президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Участниками грандиозного форума стали около трех тысяч гостей, спортсмены из 20 стран мира и всех регионов нашей страны. В стратегии социально-экономического развития республики до 2020 года физкультура и спорт рассматриваются как главный фактор развития человеческого потенциала и эффективное средство повышения качества жизни. Указом главы Чувашии Михаила Игнатьева с прошлого года установлено ежемесячное проведение Дня здоровья и спорта, когда каждый может бесплатно посетить спортивные объекты. Фактически это стало семейным праздником для многих тысяч людей, привело к росту строительства многопрофильных спортивных сооружений. Только за последние пять лет на эти цели было выделено 5 миллиардов рублей, и темпы строительства продолжают расти. Появляются и массовые, и уникальные объекты. Почему правительство России и Министерство спорта так щедро инвестируют в спортивную отрасль Чувашии? На этот главный вопрос есть и главный ответ, потому что республика и ее руководство имеют высокий кредит доверия. Здесь способны справиться с любой задачей, да и выделенные деньги не утекут в песок. Вот и региональный центр олимпийской подготовки по велоспорту, маунтинбайку решено было построить именно в Чебоксарах. Он возводится в парке «Пятисотлетий Чебоксар». В составе комплекса велодром размером 100 на 50 метров, кольцевая трасса с перепадом высот в 20 метров, а также сюда входит многофункциональный спортивный зал, два бассейна, медиковосстановительный центр, танцевально-хореографические и тренажерные залы, гостиница на 48 мест. Глава Чувашии регулярно бывает здесь с инспекционными проверками. На этот раз ему доложили о том, что все необходимые строительные материалы имеются в наличии, причем часть из них пришла из Белоруссии. Соглашения о сотрудничестве, достигнутые в ходе недавних встреч Михаила Игнатьева и Александра Лукашенко, начали действовать и на этом направлении. Вот этот комплекс, спортивный комплекс по велоспорту «Маутенбайку» один-единственный в Российской Федерации. Это доверие федерального центра к нам по развитию данного вида спорта. Мы не только ведь спорт сейчас развиваем в таких городах, как Чебоксары, Новый Чебоксар, но и много строится теперь на селе, чего раньше не было. Во-первых, мы в прошлом году ввели в Урнарах ледовый каток, сельских местных у нас вообще не было, у нас же льда вообще не хватает. Дальше ввели футбольные поля в городе Шумарли ввели, в искусственном покрытии. В этом году мы построим в городе Канаше. Итого с каждым годом у нас один-два футбольных поля с искусственным подкрытием. В Ибресенском районе, это сельский район, тоже прекрасное поле получили футболисты, жители сельского района. Кроме этого, мы отремонтировали десятки спортзалов наших общеобразовательных школах. По программе Министерства образования Российской Федерации мы обеспечили софинансирование. И по визиту в октябре месяце министра образования Дмитрия Валиванова мы получили дополнительные 13 миллионов рублей. Практически мы отремонтировали 40 спортивных залов. Всего же на службе здорового и активного образа жизни для жителей Чувашии действует более 3800 спортивных сооружений, в том числе 11 стадионов и 3 крытых ледовых катка. В этом году будет сдан и ледовый дворец Чебоксара с тренировочным катком и трибунами, рассчитанными на 7500 зрителей. Разместился он рядом со стадионом Олимпийский, который также будет реконструирован. На всех строящихся объектах применяются современные и экологически чистые материалы, энергосберегающие технологии. Градус спортивных баталий возрастет. Этим летом жарко будет не только на ледовых, но и на беговых дорожках. В Чебоксарах будет проводиться один из самых престижных легкоатлетических турниров, командный чемпионат Европы по легкой атлетике. О королеве спорта с Михаилом Игнатьевым мы говорили в заново отстроенном легкоатлетическом манеже детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва номер 3 города Новочевоксарска. Но вначале посмотрели, как занимаются юные спортсмены. Тебя как зовут? Лера. Лера, хорошо берешь высоту. Сколько лет уже занимаешься? Шесть. Шесть? Да. Где-то на каких-то чемпионатах уже участвовали, да? Да. Надежда в прошлом году была победительницей. 400 метров выполнила первый разряд. Ага. 400 с барьером бегаю, тоже выполнила в прошлом году первый разряд. Ого. Уже скоро кандидатский получишь? Да. Потом мастера, и потом процесс пошел. А хочется стать общий чемпионатом, да? Конечно. О, это здорово. Так что успехов пожелаете. Скажи, я самый сильный? Я самый смелый? Вот с такой установкой надо подходить к преодолению планок, поднятых на новую высоту. И, конечно, надо верить в успех и тренера. Михаил Игнатьев и мастер спорта международного класса, метательница ядра Оксана Гаусс, быстро нашли общий язык. Сколько метров кидают наши девушки сейчас? Сейчас, ну, вот, Женя, мастер спорта, толкает 17 метров. Я лично толкала 19-20. Есть перспектива? Конечно. Да? Как это? Чуваший, чтобы не было перспективы? Другого варианта у вас больше нет? Нет. Просто нету, да? Конечно. У нас все есть для этого условия. Почему у нас не должно быть перспектива? Чемпион же сразу не появляется. Конечно. Вот сейчас в детском саду, допустим, бассейны, там спортивные залы. Раньше же их вообще не было. Дальше, соответственно, физкультно-спортивные комплексы. Если взять, это уже практически хороший профессиональный объект, где могут заниматься и чемпионы, и олимпийские чемпионы. Когда я вступил в должность президента Чувашской республики, наши спортсмены, даже олимпийские чемпионы, чемпионы разных уровней, задавали вопрос, ну, постройте какой-нибудь обег. Бегаем под открытым небом и зимой, и летом, и весной, и осенью. Их просьбы, можно сказать, мы претворили в реальность. Вот данный легкотерийский манеж на сегодняшний день не уступает мировым аналогам. Я считал и считаю, что кто занимается физической культурой и спортом для себя, он всегда эффективный человек. Мы выходим в элиту городов и республик, где проводятся и европейские, и мировые первенства. И вот буквально в июне у нас будет чемпионат Европы. Кто дает нам командный чемпионат Европы, хочу сказать следующее. Во-первых, приедут очень много гостей. Они приедут с финансовыми определенными средствами. Отсюда практически экономика лучше будет развиваться. Это во-первых. Во-вторых, телевизионные каналы будут освещать эти спортивные мероприятия на уровне мира. Это говорит о чем? Это говорит о том, что деловой климат, инвестиционный климат, имидж чувашского народа будет подниматься. Мы должны вообще научить молодое поколение, чтобы они отрывались от компьютера хотя бы на полтора-два часа, отрывались от диванов, отрывались от телевизоров. Вот проведение таких чемпионатов заставляет развиваться и спортивная индустрия. Вот сейчас где у нас будут проводиться командные первенства Европы и какие спортивные сооружения к этому готовятся? В этом году, как никогда, впервые мы получили уже в марте месяце финансовые средства через Министерство спорта Российской Федерации по распоряжению, по решению правительства Российской Федерации, 357 миллионов рублей. Это хорошие инвестиции в наши спортивные объекты. В том числе мы получили средства на модернизацию центрального стадиона Олимпийский в городе Чебоксары, где будут проходить основные спортивные мероприятия. Под одной крышей с легкоклетическим манежем «Экстра-класса», как оценивают его спортсмены, находится и лучший в Чувашии плавательный бассейн. Здесь можно проводить крупные соревнования, а также просто укреплять свое здоровье. Михаил Игнатьев прошелся и по раздевалкам, и по подсобным помещениям плавательного бассейна. Остался доволен тем, что его распоряжение выполнено. Теперь и лифт переоборудован для людей с ограниченными возможностями. Они здесь частые гости. Все, лифт работает. Теперь уже я убедился. Если Чебоксары можно считать одной из столиц российского и мирового спорта, то глава Чувашии Михаил Игнатьев утвердился в рамке самого спортивного лидера региона. И это ценят и спортсмены, и все, кто является приверженцем здорового образа жизни. Мечта какая? Олимпийский чемпион. Стать олимпийским чемпионом. Тоже такая мечта есть? Все, давайте, значит. Вот это, конечно, очень здорово, что вы сами для себя ставите такую цель. Она в жизни претворится, когда вы будете стремиться, не жалея себя заниматься, тренироваться, и все получится. Все возможности для этого есть. Поплавали? Нормально? Извините, что мы вас отвлекаем. Я сейчас сегодня выехал проверить, как наши вообще объекты работают, физической культуры и спорта. Хорошо работают. Все очень довольны, все счастливы, набираемся в бодрости духа. Ага, вот это здорово. Да, здорово. Это и оплата нас устраивает, и время нас устраивает. Хочу точнее, вы в неделю сколько раз ходите? Два раза. Два раза ходите? В 7.30 уже здесь 15-20 человек как минимум. Вот, и целый день всегда люди приходят, все дорожки заняты всегда. Ну дай бог, вам здоровья. Спасибо. Желаю здоровья, долголетия, до свидания. Спасибо. В республике появляется все больше бассейнов. Вот как удается находить средства? Каждый родитель, каждая семья хочет, соответственно, чтобы дети научились плавать. Вот наша задача, во-первых, детей научить плавать. Потом, впоследствии, кто на самом деле занимается уже плаванием, появляются профессиональные спортсмены, чемпионы там разных уровней. Поэтому, на самом деле, мы вводили эти объекты и в этом году еще введем несколько бассейнов с одной единственной целью, чтобы людям было по фактуре времени комфортно, чтобы лишнее время не тратили. Вот в Новочебоксарске 50-метровый бассейн есть, в Чебоксарах нет. Чебоксарцы возмущаются. В перспективе для Чебоксарцев мы должны построить данные плавательные бассейны. Эти ребята проплывают за тренировку, как они рассказали Михаилу Игнатьеву, пока по 4 километра. Согласитесь, и это немало. Несколько юниоров с гордостью доложили главе республики о том, что уже и Волгу переплывали. Конечно же, под контролем тренеров. Таким можно руку пожать. Да и приятно видеть и слышать, что средства и усилия, потраченные на развитие спорта в республике, дают хорошие результаты. По данным медиков, за последние 5 лет наблюдается резкое снижение заболеваемости среди подростков. Меньше становится тех, кто курит и употребляет спиртные напитки. Есть в этом заслуга и детско-юношеской школы самбо и дзюдо, и тех, кто тренирует и воспитывает ребят. Преподносит им важные жизненные уроки. Михаил Игнатьев радуется успехам борцов и их именитых наставников. Часто заглядывает сюда, чтобы порадоваться успехам спортсменов. Я благодарен вам. Передайте слова благодарности своим родителям. Потому что это очень важно. Ваш личный пример подтягивает других людей. Мастер спорта международного класса Максим Иванов – победитель первенств мира и Европы среди молодежи. Мастер спорта Эдера Лаврентьева также заняла верхнюю ступеньку пьедестала почета, на мировом первенстве среди девушек. И теперь в составе сборной России ей предстоит участвовать в Кубке Европы среди женщин. Остальные воспитанники школы готовятся принять в третьей декаде апреля в Чебоксарах участников второго этапа седьмой летней спартакиады учащихся России. Примут чебоксарские самбисты участие в 15-м международном турнире «Победа», который пройдет в канун Великого праздника в Санкт-Петербурге. Детско-юношескую спортивную школу по самбо сегодня посвящают 1550 юношей и девушек. Не только мальчишки, вот сами видите, и девушкой занимаются. И становятся на сегодняшний день чемпионами. Я вот сейчас посмотрел на них еще раз, и я вижу хорошую перспективу. Кто-то из них станет чемпионом, кто-то может быть по каким-то объективным причинам, субъективным причинам оставит этот вид самбо, но будет настоящим, мужественным, достойным, смелым, храбрым гражданином Российской Федерации. Мы приняли два года назад политическое волевое решение. Мы же построили физкультурно-спортивные комплексы, отчитали, все прекрасно, все замечательно. Но у нас в то же время параллельно работали организации, как детско-юношеские спортивные движения. Они как в форме юридического лица, дети туда ходили, но у них не было имущественного комплекса. Вот волевое принятое решение нам дало, что мы все построенные имущественные комплексы передали в ведение этих детско-юношескопортивных школ. И там дети занимаются. То есть двоевластей нет, один начальник регулирует всеми теми процессами, которым должен регулировать. И такие решения на благо детей, на благо родителей, на благо жителей мы будем принимать. По государственной программе развития физической культуры и спорта до 2020 года в Чувашии поставлена задача вовлечь в постоянные занятия физкультурой и спортом 40% населения республики. На начало 2015 года регулярно занимается спортом 431 тысячи человек. Сегодня на средства, полученные из федерального бюджета, а это 156 миллионов рублей, в Новочебоксарске осуществлен первые и вторые этапы по строительству конно-спортивного комплекса. Введены в эксплуатацию три конюшни, конкурные и разминочные поля, крытый манеж с административно-бытовыми помещениями. Теперь в спортивной школе созданы все необходимые условия для круглогодичных тренировок и подготовки спортсменов. У главы Чувашии этот объект на особом контроле, а тяга к лошадям сохранилась с детства. Езда верхом дарит ни с чем не сравнимые ощущения. Мы же в детстве коней любили, когда во время каникул работали в полевых условиях, там сены когда заготавливать, коней тогда не хватало, и принцип такой был состязательности. Кто коня запрягал, работал на лошади, это рабочие лошади были, тот считался определенным уровнем доверия и уважения среди селян, среди населения и среди девушек. Мы сахаром кормили, сами меняяли. Это были интересные времена такие. Мечта любителей спорта была она. Мы в городе Чебоксары раньше проводили разные состязания. Это был жилой район. И надо было построить на новом месте. Долго думали, спорили и выбрали как раз рядом с Новочебоксарском, рядом с Волгой, свободный участок и перспективе. Мы будем здесь развивать вообще пятиборья. И задача наша стоит, чтобы наши вот эти молодые люди, занимаясь данным видом спорта, попали в сборную команды Российской Федерации. В 2020 году Олимпиады будут проходить в Токио, в Японии. И Министерство спорта Российской Федерации, министр спорта в прошлом году был здесь. Виталий Леонтьевич Мутко перед нами поставил задачу. Имея вот это прекрасное спортивное сооружение, вид спорта, конкурс включен в олимпийский вид спорта, чтобы мы могли занять достойное место. И тогда будет все здорово. Девушку зовут Надя, фамилия Лазарева, да? Вот она с вами все время, пока вы держали узду. Она молодчина. У нее большое будущее и у всех других девушек и юношей. Что она-то думает вот о том, попадем мы на эти состав сборной России? Есть возможность, да? А почему такая уверенность? Ну, все условия, чтобы мы тренировались, и вот чтобы мертвого сезона не было. Теперь мы каждый раз готовимся к сезону, но без перерывов. А какая-то просьба есть к главе республики? Вот чем бы он мог помочь вам? Ну, чтобы дальше наш комплекс развивался. А в каком направлении? Чтобы новых лошадей привозили спортивных, чтобы коневозка была хорошая. Поможете, да, Михаил Васильевич? Мы эти вопросы сейчас отрабатываем. Министерство спорта Российской Федерации выполняет свои взятые обязательства. Мы со своей стороны тоже выполняем, потому что по коневозке она проблема у нас на сегодняшний день. Конечно, и коней таких родословных, хороших мы должны приобрести, чтобы уже быть на высоком достойном уровне. Конечно, они дешево не стоят, это все понимают, но с другой стороны, без этого нам тоже будет сложно побеждать на разных чемпионатах, на разных соревнованиях. Я буду почаще приезжать, подбадривать вас. На сегодняшний день 150 спортсменов Чувашии входят в составы сборных команд России. Цифра эта обязательно будет расти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова